Добрый день! Подразделениями российского миротворческого контингента продолжается выполнение задач по круглосуточному мониторингу и контролю с соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха. С учетом сложившейся обстановки командованием российского контингента уточнены положения из состав наблюдательных постов. В районе проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня, осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах. В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов и 12 южных. Изменения расположения постов и зон ответственности отражены на карте. В Степанакерте развернут командный пункт российского контингента миротворческих сил, с которого осуществляется управление миротворческой операцией. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Патрули российского миротворческого контингента и военной полиции обеспечивают безопасное движение гражданского автотранспорта по автодороге через Лачинский коридор до Степанакерта. За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах вернулись 648 человек. Всего с 14 ноября в город Степанакерт российскими миротворцами обеспечен безопасный проход четырех колонн с 1709 беженцами, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших военнослужащих в ходе конфликта. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста. Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76-1124. Всего с 10 ноября 2020 года выполнено 184 самолета-рейса. За прошедшие сутки выполнено 22 самолета-рейса. В целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе в городе Степанакерт под руководством Минобороны России продолжается формирование Межведомственного Центра гуманитарного реагирования. По прямым каналам связи для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Благодарю за внимание.